Всем привет, с вами Bassett, и сегодня мы посмотрим на матч 3 на 3 с большим стартовым капиталом на одной интересной карте, которая очень напоминает мне Сетон из Supreme Commander. Всем приятного просмотра! Мы с вами попадаем на эту прекрасную заснеженную карту. На этой стороне появляются мои оппоненты Японец, еще один Японец и их пленный, пленный наш товарищ, который оказался на этой стороне. Они промыли ему мозги, заставили слушать Интерк Шаман Кингу, посмотреть сезоны Наруто и Баруто, и теперь он сражается за них. И здесь, конечно же, появляюсь я, еще один совет, синий, и появляется наш заложник. Да, мы будем обмениваться пленными в этой игре. Японец на этой стороне, он открывается сразу тремя генераторами, чтобы компенсировать как-то аварию на Фукусиме, сразу получить очень много энергии. Конечно, это не очень оптимально, но его выбор мы не будем его осуждать. Тем временем я открываюсь через два крана. Кран позволяет строить постройки, как вы знаете, вместе с командным центром, поэтому я буду отстраиваться очень быстро, потому что в этом матче установлен размер денег в 40 тысяч на старте. Это намного больше, чем обычно, в 4 раза больше, если быть точным, поэтому здесь будет намного быстрее накапливаться армия, накапливаться силы, и все будет намного эпичней. Японец фиолетовый начинает развиваться очень халявно, у него выезжает уже третья добывающая структура, едет сюда, захватываются, конечно же, здания, которые будут давать опыт солдатам, захватывается док для ремонта кораблей. То же самое делает голубой японец, здесь первым делом захватывает все, что есть рядом, но наш жо-жо совет также развивается активненько. Две базы заняты, стены для защиты от дронов, конечно же, суперреактор, и потом будет, возможно, переход во что-нибудь вроде техники или авиации. Появляется первая пехота у фиолетового японца, занимают, конечно же, здания на этой карте. Как видите, здесь, в общем-то, война будет происходить, скорее всего, на море, потому что на море здесь очень много добывающих локаций. Суша здесь достаточно такая узкая, здесь небольшая дорога, которая проходит через всю карту. Немного зданий есть здесь, конечно же, но, в общем-то, наверное, конфликт будет проходить именно здесь, потому что карта к этому располагает. Она мне немного напоминает легкие по своей структуре, да, вот по миникарте, два таких вводных органа планеты этой местности. Немного она напоминает мне Ситон, возможно, это знак, возможно, это просто какое-то совпадение. Здесь выплывают первые скаты синего совета, чтобы начать харас против японцев. У японцев, с другой стороны, уже есть подводные лодки Яри, поэтому будет тяжело что-либо сделать скатом, потому что подводные лодки, в принципе, немного более эффективные, чем вот эта техника. Но плюс скатов, конечно, встань могут переходить, трансформироваться в крабов и двигаться по суше, естественно, атаковать. То же самое происходит у меня сразу три дока здесь, чтобы был самый настоящий большой продакшн, так сказать, выполнить и перевыполнить план подводные лодки, ПВО, Голиафы и скаты, чтобы бороться со всеми средствами оппонента. Сразу здесь прилетают первые тенгу, четыре истребителя, которые пытаются найти что-нибудь для хараса, уничтожить, может быть, рабочих, конечно же, нашу академию, в которой тренируются советские военачальники. Но, в общем-то, это неэффективно, потому что здесь есть прикрытие. В то же время совет синий вступает в конфликт с японцами. Но, в общем-то, скаты, конечно же, намного лучше, чем тенгу, но в этой ситуации очень хорошо миграют японец, он просто трансформирует часть своих раненых истребителей. И, в общем-то, скаты не размениваются. Плюс приезжают также танки зеленого совета, они готовы оказать поддержку здесь и помочь японцу. Вот так вот, предатели родины. Хорошо, что у нас тоже есть предатели на нашей стороне. Точнее, наоборот, да? Скорее, коллаборанты. Здесь мой флот уже начинает постепенно становиться все больше и больше. Появляются подводные лодки, акула. Решил я воспользоваться опытом Крикс Марин и буду пытаться не дать этому японцу выйти на море. А именно этот опыт он пытается сделать. Он решил развиваться во флот. В принципе, то же самое сделал и голубой японец, только совет решил выбрать землю. Здесь начинают подводные лодки вступать в конфликт с фиолетовым японцем. Подплывает его флот. Он, в общем-то, не очень многочисленный. И, естественно, советские подводные лодки намного сильнее, намного лучше. Они атомные, они прекрасно действуют. Скаты помогают своим электрическим полям избавиться от врагов. И, в общем-то, здесь мой флот одерживает победу. С другой стороны, Тенгу оппонента заставляет меня немножечко отступить, вернуться, потому что нужно как-то все-таки эту проблему решить. Потому что Харас будет очень неприятный. В то же время скаты действуют здесь. Не находят они какой-то серьезной цели. Подрались немножко, не смогли зафокусить Академию. Проиграли они, конечно, танкам. Подарили им три пушки сразу. Теперь это Тесла-танки. Здесь начинается Харас. Очень-очень неприятный. Начинают бомбить они эту Академию. Мои солдаты будут получать меньше ранг. Но появляется первый Дредноут. Он, естественно, будет очень эффективно отстреливаться от Тенгу. Но не успевают защитить это здание, к сожалению. Падает оно от обычных Тенгу. Они продолжают Харасить. Но, с другой стороны, флот у меня уже очень большой. Противопоставить ему пока что нечего. Здесь есть некоторые защитные сооружения. Есть подводные лодки. Но, конечно же, эти маленькие Немо не справятся с этими огромными акулами. Акулами коммунизма. С другой стороны, на этой части флот японцев намного сильнее. Здесь есть уже Сёгуны. Здесь есть ПВО. Здесь есть Нагината, который будет все это прикрывать. У Синего Совета, к сожалению, экономика не очень сильная. Он почему-то строит только скатов. Видимо, у него профессия электрик. Я не знаю. Рисует там свои две молнии. В тайне от всех, чтобы его не нашли. Ну, в общем-то, не очень эффективный, наверное, стиль. Но, тем не менее, зато мобильный. Можно выйти и на Сушевку, в случае чего и подраться. Помочь союзникам. В то же время, попытка Хараса здесь снова от Тенгу. Вынужден я снова вернуться флотом. Потому что часть флота моя все-таки судоходная в каком-то плане. Да, она может поступать на землю. Сухопутно, так сказать. Здесь появляются миги. Начинается сражение в воздухе. Конечно, не очень выгодно для меня. Но у мигов есть дополнительный сплэш урон. Поэтому здесь проще драться с Тенгу. Тенгу не выдерживают это сражение. Подплывают также Голиафы. Поэтому, в целом, очень эффективный размен. Все Тенгу здесь падают прямо на моих дредноутов. Ну, в общем-то, им не страшны какие-то японские мухи. Поэтому можно снова починиться и идти в наступление. В то же время, здесь снова Хараса, этими скатами. Они повсюду ходят. И они очень эффективно убивают добытчиков. Потому что у них повышенный урон по таким юнитам. Здесь приплывают, приезжают, точнее, танки Советов. Он не везде переключил оружие. Поэтому не до конца он пользуется этой возможностью. Но, в любом случае, он защитит своего союзника. В то же время, флот Японии уже здесь. Появляются акулы у синего Совета. Пытается он их скопить. Но, конечно, урон у Сёгунов просто катастрофический. Одна акула пытается вступить в неравный бой. И, по-моему, она очень уверена и хорошо держится. Очень долгое время. Она под огнем кучи просто юнитов Японии. Но, в общем-то, не дождалась на подкрепление, которое прибывает сюда. Здесь, конечно же, Советский флот выглядит очень уверенно. Потому что этот флот сильнее, чем японские корабли. Акула, в принципе, один из самых эффективных юнитов в игре. Используются способности акулы и торпеды. Размен хороший. В то же время здесь происходит сражение на море с моей армией против фиолетового японца. Здесь очень много нагината. Здесь и станки цунами. Но очень много скатов, которые на все стороны. К тому же дредноуты сзади помогают ракетами. Правда, не всегда помогают. Иногда стреляют по своим, чтобы чужие боялись. Какие-то комиссары сидят за управлением этих дредноутов. В общем-то, неважно. В любом случае, здесь Советский флот намного больше. И это размен, однозначно, польза Совета. В то же время здесь подводные лодки почему-то отказываются сражаться. Какой-то здесь бунт. В общем-то, немного все это печально. Но в любом случае, здесь, конечно же, нечего пока противопоставить этим трем Сегонам. Потому что подводные лодки, да, неэффективны, но здесь довольно большое прикрытие есть у них. Появляется с другой стороны здесь уже авиация Синего Совета. На этом участке карты продолжается мой штурм. Есть тут танки цунами, но они не смогут справиться с этой флотилией. Намного больше здесь Советов. Поэтому единственное логичное решение, это возможно пойти в контратаку. Именно это принимает решение фиолетовый японец. У Советов тем временем, у зеленых предателей уже есть неплохая танковая армия. Здесь, к сожалению, для него нету ПВО. Не оказалось здесь ничего. В то же время здесь диверсия. Два транспорта прокрались. Высаживается Юрика Альфа и начинает уничтожать здесь все, что есть. Но скоро из нее сделают Юрику Омега, потому что здесь прибывают Тенгу. И, в общем-то, они очень у нас большой урон по ней. Противотанковая пехота не особо здесь помогает, к сожалению. Потому что Тенгу просто больше, но урон нанесен. Один завод уничтожен. Командный центр японца уничтожен. Поэтому он больше не может строить. Он больше не может занимать какие-либо базы. И это очень плохая ситуация для него. Здесь разрушается порт. В то же время на этом участке карты идет Харас. При помощи танков цунами уничтожают. Они мою добычу здесь, мою защиту тут. Отступают флот, чтобы помочь, может быть, с земли как-то. Но, в общем-то, у команды врагов ситуация не очень приятная. Здесь танки практически фокусят это здание. В общем-то, пока что здесь только один каратель. Помочь особо нечем. С другой стороны мы также добрались до их образования. Все. Прекрасно теперь. Здесь дредноуты бомбят. Ну, что-то удалось достичь своей цели этим танком. Они пожертвовали собой. Вот. И японец потерял все. Решил сдаться. Решил совершить цепуку. И, в общем-то, вся его техника, все его здания перешли под контроль вот этому голубому японцу. Будем называть его император. Все, он сложил свои полномочия в пользу императора. И теперь, в общем-то, управлять голубом будет немножко сложнее. Здесь своими войсками. Здесь подводные лодки ищут жертв. Пытаются они проплыть. Может быть, это те какие-то торговые конвои с ленд-лизом. Но, в общем-то, немного не та степь. Немного не туда я ухожу. Здесь начинается наземный штурм с катами. Потому что они могут спокойно переходить на землю. В общем-то, противопоставить им особо нечего. Есть с другой стороны, правда, тут советская армия. Армия предателей, которая может прибыть на помощь. Здесь, с другой стороны, защищать заводы большого смысловения. Разве что вот эту добычу на этом участке. Но защитить это против дредноутов, против ракет будет довольно тяжело. Поэтому решает продать все. Голубой Японец решает просто вот так вот спокойно отдать Курилы. Отдать Южный Сахалин советской армии. И, в общем-то, наверное, правильно. Так, в общем-то, и должно быть. Лучше укрепиться на своей территории. Развитие сильнее, высокотехнологичнее. Здесь попытка карателей помешать моему штурму. Она проваливается абсолютно. Все каратели советов падают. Очень неудачный исход для советов. Попытка здесь отступить остатками армии тоже неуспешная. Перевращаются они в костную муку для Майнкрафта, для стрел в Майнкрафте. Здесь все печально. То же самое происходит здесь. Добычу у... На этой части карты больше нет. Это море теперь полностью мое. В то же время здесь, конечно же, сохраняется сильный флот. Есть авиация, есть вертолеты. Начинается сражение с танковой армией советов. Конечно же, здесь советов немного больше, потому что, ну, все-таки довольно рискованно вступать с ними в конфликт. У меня просто нету такого антиармора, да, броня у них крепкая, поэтому противопоставить особо нечего. Да, есть дредноут, но дредноут промахивается. Ракеты попадают не очень точно. Скаты не очень эффективны против такой тяжелой техники. ПВО, естественно, здесь вообще бесполезны. Пролетают мои МИГи, чтобы разбиться здесь в воздухе. Неудачная такая здесь репетиция парада. В итоге отступаем и назад нас все-таки... Опять-таки не дали мне эволюционировать в наземного совета, поэтому приходится снова уйти на море. Предварительно, конечно же, здесь создав прекрасный лунопарк. Все мы разбомбили, много кратеров. Потом кто-нибудь посмотрит телескоп, скажет, что здесь были марсианские каналы. И скажет, что это была разумная жизнь. Но это тоже из другой истории. В то же время здесь подводные лодки свою работу делают прекрасно. Они залегли на дно, они харасят экономику. И, в общем-то, все правильно видно сразу, что здесь под командой находится Донец. Все прекрасно. Хороший харасят синяя. У него, конечно, очень маленькая армия. У него практически нет экономики, на самом деле. У него буквально две базы. У японца тоже японца пошел застой. Но, наверное, мы уже привыкли, что в моих видео всегда у японцев какая-то вот нежелание занимать локации. Да, вот почему-то японцы в моих видео, они предпочитают период Сангоку Дзидай. Или же реставрации Мэйди. Да, вот никто еще не перешел в период захвата Кореи или захвата Китая. Но вот такой вот стиль предпочитают японцы, что сказать. Почему-то всегда играют от большой обороны, от большой армии. Здесь появляется, кстати, хорошая авиация в Японии. Много боевых ангелов. Много вертолетов. В принципе, это одновременно и ПВО, и, в общем-то, хорошая противоназемная армия. Но она довольно уязвимая. То есть у всех этих юнитов очень мало здоровья. Они, в общем-то, отличаются долголетием, в отличие от жителей Японии. Ну, в общем-то, наверное, для японских военных, особенно тех, кто служит на истребителях Тихом океане, это нормальная практика, я бы сказал бы, да, это в рамках статистики. Здесь пока что небольшой застой происходит в сражении. Но тут совет синий начинает проводить диверсию. Напомню о том, что здесь супероружие у зеленого совета. Это большая надежда наших врагов, потому что это супероружие вполне может перевернуть ход игры. Но здесь уже летит, конечно же, отряд диверсии, который готов эту проблему исправить. Высаживаются они здесь. Скаты, каратели будут наносить они урон по этому супероружию. Конечно же, это получится очень эффективно, потому что у них высокие ранги. Они все со звездочками. Все прекрасные опытные бойцы прилетают здесь в тенгу, чтобы спасти супероружие. Но слишком поздно и не успевают ничего здесь делать. Приходят здесь танки, сбрасывается спутник, начинают бомбить реакторы. Танки, в общем-то, пытаются подраться, но отступают, потому что боятся попасть под спутник. И под взрыв электростанции аэродром тоже практически уничтожен. И для советов это горькое поражение. Совет этого не выдерживает. Он просто уходит. Его там, я не знаю, расстреливают. И, в общем-то, сообщают о том, что, в общем-то, это и не совет. Совет уволился две недели назад. А этот предатель хрен знает, что тут творил. Но, в общем, японец явно раздосадован. Теперь он командует вообще всей армией своих союзников, и в том числе японской. Здесь взрыв электростанции происходит. Уничтожаются скаты, которые тут харасили. Командный центр Японии. Вообще непонятно, что он здесь забыл, на самом деле, почему тут катается. Каратели начинают его обстреливать. Уничтожают они нефть, уничтожают они комбайнеров. Очень хороший харас от синего совета. Он очень много у нас уронной экономики. Но в то же время здесь воздушное сражение. Флот Японии уничтожил тут остатки базы синего совета. Но здесь, конечно же, у желтого японца намного больше авиации. Здесь не так много ПВО, поэтому флот Японии вынужден отступать. Но здесь летят Тенгу. Сейчас начнется очень жестокий расстрел. На это, в общем-то, больно смотреть, наверное. Особенно тем, кто играл за нижнюю сторону. Здесь начинается эта битва. В общем-то, боевые ангелы не успевают противопоставить ничего Тенгу. Вертолеты вообще не могут стрелять по воздуху в данном положении. Поэтому здесь просто происходит аннигиляция. Аннигиляция оранжевой армии. Оранжевый японец полностью уничтожен. Тенгу, по-моему, даже не были потеряны. Боевые ангелы падают на землю. Здесь теперь восторжествует атеизм. Атеизм Тенгу, и они улетают обратно. В общем-то, подрезали крылышки здесь оранжевой армии. Теперь у японца практически ничего не остается. Там три вертолета. Немного добычи. Немного солдат. У синего солдата ситуация похожая. Два карателя. В общем-то, тоже довольно слабая экономика. Три базы. Всего лишь денег уже, конечно же, нет. Пытается он отстроиться сразу в трех местах. Не знаю почему. Видимо, решил везде добавить немножко своей архитектуры. По сути, остался только я. И, конечно же, мой оппонент Японец. У него безумно большая армия. У него очень хорошая авиация. Очень сильный флот, который может защищать локации здесь. В общем-то, может без проблем он занять вот эти базы, которые теперь доступны. Потому что мой флот никак не сможет переместиться туда. К сожалению, я еще могу перенести скаты своих. Но дредноуты слишком тяжелые для карателей. Вряд ли это возможно. Хотя в этой вселенной все возможно. Но мне кажется, что это все-таки не так. Я не тестил. Но, по-моему, это слишком большой корабль для такого. К сожалению, не продумали советские инженеры сделать лапки дредноуту. Поэтому дредноут без лапок. Очень грустная история. В общем-то, ну не суть. Появляется большое количество здесь уже кировых. Решаю я немножечко удивить своих оппонентов. Я, конечно, знаю, что у них есть хорошее ПВО. Но, с другой стороны, Киров очень крепкий дирижабль. Ага. Поэтому он может спокойно долететь до своей цели. Сделать свою грязную работу. В то же время я подошел занимать базы. У меня, на самом деле, безумно хорошая экономика. У меня уже несколько добывающих локаций. На самом деле, даже не несколько, а шесть. На данный момент семь, восемь, девять, десять. Это уже одиннадцатая база, которая строится у меня. Я практически сделал все, что хотел бы Владимир Ильич. Захватил все золото. Все золото царей, все золото немцев. В общем-то, сделал все, что нужно. У меня очень большая экономика. У советников, конечно, дела плохи. Но, в общем-то, японцы я пока немного обгоняю. Здесь, в общем-то, начинается мой штурм. Начинается воздушное сражение. Очень много тут тенгу. Очень много. Здесь также мигов. Есть голиафы, которые помогают. Но все-таки тенгу здесь кажется намного больше. Не помогает здесь использование мигов. В итоге тенгу высаживаются на землю. Начинают просто расстреливать мое ПВО. Очень неудачное сражение. Но кировы делают свою работу. Кировы двигаются вперед. В то же время там вертолеты харасят на другом фланге. Здесь в итоге практически все. Мое ПВО уничтожено. Осталось там парочка мигов. Но они явно не справятся с этим роем тенгу. Но, с другой стороны, начинается бомбежка. Здесь включаются ускорители у кировых. Они долетают до цели. Начинают бомбить эти здания. Летят вверх до аэродромов, до электростанции. Здесь какой-то хара с вертолетами. Он, в общем-то, оказывается неуспешным. Есть миги у синего совета. Уничтожаются базы здесь. В общем-то, прекрасна добыча вот этих советских предателей уничтожена. Здесь попытка вступить в бой с армией не получается. К сожалению, здесь много довольно голиафов. Здесь вертолетики. Попытка, конечно же, налететь на них. Но приходят тенгу, приходят голиафы. Очень тяжело кировым достигнуть цели. Даже на ускорении не успевают. Они слишком большое. Тут ДПС, слишком много урона они получают. К сожалению, все дирижабли вот так вот падают. Но эта база полностью уничтожена. Здесь то же самое. Происходит хара. Сбрасываются бомбы на этой локации. Здесь не работает ПО, потому что нет электричества. Один завод, возможно, упадет. Нет, успевает защитить этот завод Япония. Хотя, конечно, он не очень полезен. Но Киров все-таки своим телом может уничтожить остатки советской индустриализации. Но, тем не менее, невыгодный размен, конечно же, для меня. Хотелось завершить эту игру красиво. Не получилось. Слишком решил я кичься. Здесь какая-то непонятная диверсия от японца. Юрика Омега снова вылетает. И снова, в общем-то, показывает японцу, в общем-то, не самые свои хорошие боевые навыки. И в итоге здесь получается, опять-таки, неудачный размен для нашей страны. Неудачно все произошло. Есть, конечно, еще парочка Кировых. Они продолжают лететь, потому что часть авиации оппонента была уничтожена. Пытаются не достичь цели. Но ПВО Голиафов, оно беспощадно. Тенгу также беспощадно уничтожают Кировых. На самом деле, конечно же, здесь уже просто идет, я бы сказал бы, очень некорректное использование государственных денег. Конечно. Но что поделать? Что поделать? Ну, это же как-то эти государственные деньги реализовывать, правильно? Поэтому. Что есть, то есть. Кировы, к сожалению, не достигли всех поставленных целей. Последний решил приземлиться на чей-то дом. Ну, кстати, крепкий дом, однако, из дерева. Но смотрите, как с душой и сделан. Да, вот на каких сваях стоит. Даже не разрушится от Кирова. Мои дредноуты не дают подступить слишком близко японской армии. Кировы все еще в строю. Достраивают тут уже заводы, чтобы начать наземную операцию. Третий завод уже стоит здесь. У моих союзников тем временем по-прежнему небольшая такая стагнация. Да, слабая экономика на самом деле, поэтому тяжело что-либо предпринять. Мы остановили базу здесь мой оппонент. Здесь начинается очередное сражение. Кировы пытаются догнать этих роботов, вертолетов. Получается, это тоже, крайне говоря, мягко говоря, не очень. Потому что не хватает им скорости. Почему-то роботы все равно быстрее, чем дирижабли. Хотя, почему я удивляюсь. Здесь снова происходит возгорание у моей авиации, к сожалению. Да, вот такое вот новшество в виде огня сзади на турбине. Они решили себе установить. Видимо, катастрофа Гиндербурга. Советских инженеров ничему не научила. Но, в общем-то, в бою это, правда, показывает некоторое преимущество. Но, к сожалению, Кировы не успевают долететь до этих роботов. Не получилось догнать. В общем-то, снова у нас растрата госсредств. Удалось японцам в очередной раз отбиться. Но, с другой стороны, что делать дальше? Есть, конечно, хороший флот. Но здесь уже японцы, мои японцы, заняли эти золотые рудники. Поэтому экономика у нас становится все лучше и лучше. Хотя, конечно, да, здесь очень хорошие победы. На самом деле, возможно, некоторое тщеславие с моей стороны, некоторые попытки красиво закончить игру могут привести к печальному исходу. Но, тем не менее, ситуация более-менее стабильна. Здесь приходят его роботы, чтобы начать борьбу. Но появляется уже моя танковая армия. Попытка здесь трансформироваться, разобраться с ними. Приплывают по воздуху Миги. Они без проблем могут избавиться от этих вертолетов. Не хватает здесь, конечно же, у японца военной мощи. Отступает он назад. В то же время здесь флот Японии также вступает в небольшой конфликт с оранжевым японцем. Небольшой харас предателей. Очень большая дальность у этих кораблей. Поэтому без проблем они могут эти рудники уничтожить. Вне зоны досягаемости огня врага. Поэтому тут все прекрасно. Большая еще армия остается здесь в виде танков молот. Очень много тенгу. Очень много боевых вертолетов. Хороший флот, который может поддерживать, в общем-то, оборону здесь. Приходят, с другой стороны, мои танки. Их очень много. Они отстраиваются с четырех заводов сразу. С поддержкой Мигов. С поддержкой, в общем-то, Голиафов. Тоже, что они там строятся в это время. Уничтожается еще эта база. Довольно-таки важная для экономики. Потому что она здесь полная. Немножко, правда, у меня осталось хитпоинтов. Решаю я отступить на перегруппировку. Приходят здесь танки советов. Попытка подраться в равном бою. Но бой совершенно неравный. Здесь, конечно, намного больше красных танков. Включается еще оружие, которое позволяет украсть западные разработки. Включается оружие Петра Первого. И здесь, в общем-то, происходит такое вот окно для второй пушки. Очень выгодная штука, на самом деле. Теперь мои танки, в общем-то, один молот по цене двух, по факту. О, что я сказал? Наоборот. Это было бы немножко неправильное маркетинг. Да, но, в общем-то, не суть. Два молота по цене одного. На одних траках. Здесь начинается основное наступление. Наконец-таки эта база ломается. Есть вот Тесла-пушка. Но, конечно же, она тут одна не справится. Она носит большой урон. Но этого, конечно, мало. Так или иначе, ее рано или поздно беспроблемо зафокусят. Но, конечно же, флот Японии теперь может поддерживать огнем. Может прикрывать наземные войска. Наземных войск, кстати, осталось уже не так много у японцев. Довольно большая воздушная армия. Вертолеты. Тенгу. Попытка наступить здесь на японцев. В прямом и переносном смысле. Уничтожаются геляфы, которые тут невинно находятся в обороне. Приходят мои геляфы, чтобы открыть огонь по воздуху. Но не ожидал я видеть такое количество авиации от оппонента. У меня не хватает здесь ПВО, конечно же. Хотя наступление очень эффективное. Но вынужден я развернуться и уходить назад. Потому что очень много вертолетов здесь. Очень тяжело воевать при таких условиях. Все танки могут быть потеряны. Если я останусь и решу пожертвовать ими. Здесь, к тому же, эти корабли, которые не дают просто подойти нормально к берегу. В то же время геляфы в производстве. Есть мой флот, который теперь бездействует. Наконец-то, вот, кстати, он пытается переместиться на сушу. Не получается. В то же время авиация продолжает наступление. Появляются первые геляфы. Но не хватает им немного скорости, конечно. Может быть, потому что у них тут гусеницы сзади, а не колеса. Но, в общем-то, не так важно. Здесь в итоге, в итоге, авиация Японии одерживает сокрушительную победу. Уничтожается мой командный центр. Точнее, продается. Успею в последний момент использовать способность советов оффшор. И, в общем-то, теряется часть добычи. К сожалению, это неприятно. Это, на самом деле, неприятно. Но, что поделать, приходит мой ПВО, костяк армии. Здесь начинается это неловкое сражение. Потому что я вынужден постоянно кайтить. Вынужден постоянно отступать назад. Потому что иначе просто не получится. В равном бою мои юниты проиграют. Но здесь решает он спрятаться от ПВО. Посадить часть вертолетов. Плохая идея. Потому что здесь очень много танков. И, вроде как, он спас некоторых раненых. Но, по итогу, это даже ухудшило ситуацию. Прибыло еще подкрепление Голиафов. И теперь 5 штук. И авиация Японии уничтожена. В этом месте победа. В то же время диверсия Юрика Омега и некоторых тамбастеров. В очередной раз прячутся они в эти два здания. Начинают они открывать огонь по Тенгу с лазеров. И, в общем-то, кстати, классная идея от оранжевого японца. Попытка здесь диверсии. Но неудачно. Юрика Омега снова попадает под обстрел. Ловит очень большую дозу ракет. Не успевает она здесь достичь своих целей. К сожалению. Хотя попытка так или иначе была хорошая. Уничтожена была, в общем-то, электростанция, если не ошибаюсь. Там какое-то количество техники. И здесь уже начинается мое танковое наступление. Я понимаю, что смысла ждать больше нет. Нужно закончить с японца, пока он не собрал какую-то сильную армию. Всплывает его флот в воздух. Теперь он будет обстреливать мои наземные юниты небольшим огнем. Но это неприятно. Голиафов тут не так много, чтобы с этим справиться. Но танковой армии уже плевать. Мы едем. Едем. Into the motherland. The Soviet Army Mars. Да. Поэтому тут все хорошо. Эта армия должна справиться. Без проблем. Да, конечно, будут большие потери. Очень много танкистов тут погибнет. Очень много будет потери на технике. Но, с другой стороны, все, что было у Японии, на земле будет уничтожено. Потому что здесь слишком много танков. Слишком много хаммеров здесь у Советов. Молотов, да. Уничтожаются электростанции. Уничтожаются заводы. Даже атомная электростанция здесь не выстоит. Используется также способность, которая дает деньги. Это использует синий Совет, чтобы получить немножечко себе тоже откатов. Уничтожается атомный реактор. Носит еще урон соседним юнитам. Но, в общем-то, такая вакханалия тут происходит. Одновременно пытается отбиться как-то Японец. Ну, конечно же, в этой ситуации тяжело что-либо сделать. Да, погибнут танки, погибнут наземные армии. Но что делать дальше без добычи, без производства? Здесь тоже время Харас от Синего Совета. В это время неприятно эти каратели работают по добыче. Уничтожается абсолютно каждая постройка на этом клочке земли. Попытка тут еще отбиться с танкбастерами, с Тенгу, с обстрелом Сёгунов. Здесь сбрасывается спутник, теряется добыча здесь. Остается там еще одна база в этом месте, там советский командный центр. Но этого уже мало. У японцев остался только флот. И самое, наверное, логичное решение в этой ситуации просто уплывать в другую игру. Потому что все на этом. Не смогли японцы сдержать оборону. К сожалению, здесь еще теряется добыча здесь. Взрыв тут, электростанция уничтожена. Разворачивается электростанция здесь. Но уже, по-моему, нет командного центра в Японии. Здесь практически уничтожен командный центр советов. Какие-то тут торбеды влетают. Непонятно, что происходит. Начинается фокус главного здания. Здесь нет уже ПВО у Японии. Попытка тут еще повоевать на этом кулачке земли. Но, в общем, продаются все структуры у японца. И на этом команда снизу одерживает победу. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok